Зимний микс Голландия. Крем плюс экстра. Позиция называется МРС. Так, это куртка у нас большого размера, натуральная кожа. Размер 42-44, то есть получается 48-50. Состояние очень хорошее. Рукава вот, скажем, четкие, без потертостей. Так, где тут перед, где тут зад. Вот так оказывается. Размер XL. С этикеткой аж. Так, литровка. Размер 36 указан, европейский. Искусственная кожа. Состояние хорошее, без износа видимого. Так, далее размер L. Кстати, вес данного микса 62 килограмма. Голландия. Крем плюс экстра. МРС. Оливер. Тоже в хорошем состоянии. Так, джинсы детские или женские. Размер маленький. Скорее детский, наверное. Современная модель. Так, жилетка. Тоже без износа. Бренд Марко Поло. Размер, рост указан 140 сантиметров. То есть, детская жилетка. В хорошем состоянии. Так, еще одна литровка. Размер M. Корсуха в хорошем состоянии, без износа. Так, далее платье. M. Без катышков. Без грязных пятен. В очень хорошем состоянии. H&M. Размер 38 указан европейский. Соответствует 44 российскому размеру. Так, LK. Тоже в хорошем состоянии. Сонишки. Так, осенняя куртка. Тонкая. Капюшона нет. И он не предусмотрен. Размер 38 указан европейский. Скорее всего, на синтепоне. Так, 36 размера. Новые женские бюльки, штанишки. H&M. 38 размера. Женский пиджак. Платье маленького размера. В хорошем состоянии. Так, далее вот есть у нас тут костюм. Женский. Размер указан 40 европейский. То есть получается 46 российский размер. Вот брюки перед вами. И пиджак. Состояние хорошее. Так, вот тут есть какое-то пятнышко. А нет, уже нет пятнышка. Состояние хорошее. Пуговицы все на месте. Мужская рубашка большого размера. L-ка. Хлопок. 40 европейский размер. То есть 46 получается российский. Esprit. Мужская рубашка. 134 сантиметра. Рост указан. Так, марка Esprit. И что мы видим? Не знаю, ну примерно на 3-4 года. Джинсы тоже детские. Так, Esprit. Размер 38 указан. Состояние очень хорошее. На резинках нету катышков. Видите? Состояние идеальное. Варнитура вся на месте. Размер L. Заморчик работает. Вообще супер. Мисс Анна. М-ка. Мужской джемпер поло. Так, далее джемпер женский. А, нет, это платье. Маленького размера платье. Так, H&M. 44 размер указан европейский. Соответствует 50-му российскому размеру. Атмосфера 38-40. Женский кардиган. В отличном состоянии микс. Мне очень нравится. Вещи без взноса, без катышков. 42 размер указан. Получается 48 российский. Вот такая жилетка есть. Марки Атмосфера. Размеры 42-44. То есть 48-50 получаются российские размеры. Без взноса в хорошем состоянии. Это у нас микс Крем плюс Экстра. Скорее даже Крем. Размер M. Вещи отличные. 152-158 сантиметров указан рост. Тоже без взноса. Ровный воротник. То есть ничего не растянуто. H&M. Размер 38 указан на европейский. Платье. Среднего размера M. Среднего размера M. Бренд Amissu. Это кардиган. Теплый, женский. Так, это шарфик, где зима. Что-то такое большое, длинное. Забейте, пожалуйста. Штанишка забыла. Бонита. Размер M. Так, 42-й размер указан. Получается 48-й российский. Еще одна куртка женская. Так, мужской джемпер L. Большого размера. В хорошем состоянии. Без карточков. Резинкерованы, не растянутые. H&M. Размер 38-й. Эско. 38-й размер. Бренд Стрит-1. Юбка большого размера. Износ не наблюдается. То есть, вещи в хорошем состоянии. Бренд Bonaparte. Размер L. Мужское, кстати, пальто. Большого размера L. Вещи уже теплые. Считается зимний микс. Осень-зима, по-нашему. Зима. Так, мужской костюм. Размер 50-й. Бренд H&M. Дрюки и пиджак. Так, вот тут пятна, но они выводятся. Где-то какая-то грязь попала. Так, H&M. Размер 40-й. Указан европейский. Тоже в отличном состоянии. 42-й размер. Европейский. Так, бренд ONLY. Размер L. Капюшон. И... От капюшона есть куртка еще. Прилагается куртка к этому капюшону. Размер S. Бренд Esprit. Томми Хильфигер. Есть износ. Вот это уже экстра, да. Замки рабочие. Фурнитура на месте. Так, бренд TOMMY Хильфигер. Размер S. То есть маленький размер. Канда. М. Составок хороший. Тут, по-моему, бирку срезали. Вискоза и шерсть, кажется, в составе. Esprit. На Ангуру похоже. Но я думаю, что это все-таки вискоза. Такой эффект отдают. M. Мужская рубашка. Жаль, там бирку срезали. Так. Куртка. Размер 42-44. То есть 48-50. Давайте проверим замочек. В хорошем состоянии. Бренд Diesel. Размер M. Это мужская рубашка. Мужской джемпер. Тоже M. H&M. Давайте вот тут посмотрим состав. Там не получилось. Посмотрим хотя бы здесь. 80% шерсти и 20% полиамида. Составы вещей хорошие. L. Еще одна куртка большого размера. Мужская. И, по-моему, достаточно много мужских вещей. Конечно, женская одежда больше. Как ни крути. XL. 2XL. Размеры. Кажется, что поменьше. H&M. М. Тоже в хорошем состоянии. Без карточков. Еще одна куртка. Много курток в этом миксе. Поэтому, скорее всего, себестоимость будет чуть-чуть подороже из-за них. Размер 3XL. Бренд Esprit. Капюшон на месте. Без износа. Рукава чистая. Резинка без карточков. Не растянутая. То есть, практически новая куртка. Размер 30-30. Джинсы. В хорошем состоянии. Бренд Yesico. Размер европейский. 38-й указан. Тоже в хорошем состоянии. Классические джинсы. Тейли Вейл. Размер S. Заберите, пожалуйста. Так, а мы продолжаем. Новая куртка с этикеткой. Размер, по-моему, небольшой. Давайте посмотрим подробнее. Что там написано. Так, S. Куртка абсолютно новая. Размер маленький. S. Далее джинсы 40-32. То есть, джинсы большого размера. Посадка хорошая, высокая. XL. Том Тейлор 36-го размера. Юбка. XL. Мужской джемпер. Еще один. И мужской пиджак большого размера. В хорошем состоянии. Так, палантины. Детская рубашка марки Max. Хороший бренд. 110-116 см указан рост. То есть, примерно лет на 5-6 см. Далее джинсы. Это Esprit. Наш популярный бренд. Узкие, современные, без износа. Вот еще одна куртка. Женская марки Kanda. Куртка большого размера. В хорошем состоянии. Рукава чистая. Курнитура вся на месте. Платок и шарф. Женская рубашка. Тоже в хорошем состоянии. Вещи без износа практически. У нас одна куртка, по-моему, была с износом. Перикатажные вещи джемпера без карточков идут. Так, вот тут заметен износ. 29 размер. Видите, как-то не так лежит. Ну, скажем, этот с износом. Заметно. Просто на глаз. Так, M. Еще одна женская куртка. Состояние хорошее. Я уже смотрю на рукава, в первую очередь. Размер... Так, 158 см указан рост. Далее 38 размер. Натуральная кожа. Это кожаный женский пиджак. Получается, 44-го российского размера. 36-й. Размер указан европейский. Женский джемпер. А вот, кстати, у нас был пиджак. И вот, по-моему, к нему и брюки. То есть, получается костюм. Так, еще один женский пиджак. Марки H&M. Размер маленький. Так, и очередная куртка. Женская. Размер... Чего-то не вижу. Так, это у нас бренд Bonita. Но размер какой именно, не вижу. Чего-то... Так, фунднитура вся на месте. Состояние хорошее. Курток много. Верхней одежды много. Так, кардиган. Элька. Верхняя одежда, куртки имею в виду, они тяжелые. Соответственно, они поднимают, завышают себестоимость. Потому что, если бы курток не было, а были бы от ней джемпера, там, юбки, кардиганы, себестоимость была бы ниже. Но все же, даже такая себестоимость в миксе, она недорогая. Если, например, куртки брать отдельно с сортировкой, то там будет гораздо дороже себестоимость. Размер L. Комбинезон большого размера. Но, видите, тут замки вылетели. Придется их делать. Комбинезон большого размера. Курток много. Турсы, видимо, тоже зимние. Так, это... Что хотел сказать? Вот так. Герри Бебер. Так, XL. Еще один палантин, платок. Так, платки тут есть. Вот игрушка. Новая. Мишка в соломенной шляпе. Что радует, то, что трикотаж без скатышков. Обычно джентра бывает с скатышками. А тут без скатышков. Герри Вебер. Желетка... Так, размер, к сожалению, не вижу. Синтепон, по-моему, внутри. XL. 56-й размер указан. Это мужской джемпер. М-ка. Еще один мужской джемпер. Мужской джемпер большого размера. 40-й размер указан. То есть, получается, 46-й российский. Blue Motion. Размер M. 40-42. То есть, 46-48. Получается, российские размеры. Джинсы на 140 сантиметров роста. Так, это футболка. Мужская футболка. Большого размера L. Блю Моушен. Размер M. То есть, 46-48 российские размеры. Такая вот накидка капюшон и шарф. Там еще много, да? Осталось не так много. Так, это снуд. Теплый. Так, далее вот такой вот джемпер. Маленького размера, женский. Ой, спасибо. Размер XL. Вещи теплые, зимние. Так, это флисовые штаны. Поэтому где-то в одном килограмме получается две с половиной вещи. Примерно так. Брайн Штайльман. То есть, в двух килограммах пять вещей. Примерно так. Палантин. Так, вот есть какие-то зацепки. Ниточки торчат. Скажу брак. Четырнадцатый размер указан. Так, вот что мы вам не показали. Это сумки-рюкзаки. Мы их оставили. Но потом, в конце. Посмотрите, рюкзак в отличном состоянии. Давайте проверим замочки. То есть, внешнее состояние идеальное. Замки работают. Рюкзак. Так, далее сумка из искусственной кожи маленькая. Далее, вот такая текстильная сумка. Ручки целые. Замок работает. Еще одна сумка небольшая, из искусственной кожи. По-моему, искусственная кожа. Да, искусственная. Состояние хорошее. Так, вот сколько у нас получается таких вот сумок-рюкзаков. Написано Prado. Не знаю, честно верить или нет. Prado. Ручки целые, без трещин. Так, еще одна сумка. Ручки целые. В хорошем состоянии. Новую, что ли, сумка даже получается. Не знаю. Но в очень хорошем состоянии. Похоже на новую. Все, да, на этом. Так, колготки 30 Ден. Колготки 20 Ден. И вот это последняя вещь. Сумка такая. На этом все. Дальше. До новых встреч.